Здесь находятся остатки отряда «Шторм» 5-й бригады 1-го корпуса 8-й армии. Штатная численность была 161 человек. Я командир отряда «Шторм» Юрий Викторович Николаевич. Получил боевую задачу – выход на позицию в поселок Водяново. В ходе штормов было выявлено, что достаточно трудно было вести наступление на данном участке, поскольку противников абсолютно пристрелили на ФС-точке. В итоге наше руководство приняло решение. На пулеметы, на минометы мы сидели под открытым огнем минометов, артиллерии 14 суток. Понесли его огромные потери – 304 человека, 300 – 22 человека до 200. Командир роты наш погиб. Было принято решение дойти до штаба армии, где мы узнали о том, что нам планируется эвакуация. Начали планировать эвакуации замкомандиры бригады, полковник Иванов Илья Владимирович. Всячески пытается вскрыть свои пробелы в плане отдачи преступных приказов, в плане штормов. Против нас выставили заградотряды и не упускали с позиции. Сейчас они дают выйти вообще никуда. Нам нас угрожает уничтожить по отдельности командиру подределений. Нам грозит опасность. Мы обращаемся к Ильхонову главнокомандующей и просим помочь нам в этой непростой ситуации. Мой отряд свою задачу выполнили. Мы 14 дней держали у Лидного фронта протяженностью 1 километр. Все остальные заходили туда и просто убегали. Мы 14 дней сидели и не уходили со своих позиций. Ребята, если есть что добавить, добавляйте. Я добавлю. Я майор Раков Николай Викторович. Добавить добавляйте. Я добавлю. Я майор Раков Николай Викторович. Мобилизованный. 10-04 войсковой часть города Калининграда. Меня прикомандировали отряду «Шторм» данной бригады. Я не знаю, что бригада для себя это представляет. Руководства я не видел. Официального руководства. Официальных приказов не видел. Изначально при первом вступлении в отряд «Шторм», который размещался в поселке Стыло, я заметил, что командование, якобы такое командование, которое не видели в лицо многие военнослужащие армии Донецкой, с них совершались поборы, денежные поборы. Если эти деньги не сдавались, то людям обещали сразу кем-нибудь куда-то напередок. Это происходило систематически. Людей из госпиталей раненых, которых ложили в госпиталь, через три дня, в ходе этих боев, выписывали, не оказав никакую медицинскую помощь, не выращив осколки, и обратно отправляли на передний край. И брали еще 20 тысяч. И брали деньги. Брали деньги еще с них 20 тысяч. И на раненых. И для того, чтобы стать на раненых. Смысл в том, что я считаю, что руководство здесь, пятой бригады, которую я ни разу не видел, в полной составе, я считаю, что она преступна. Это преступная группировка. Это преступная группировка. И других здесь вариантов нет. Правда она должна восхождествовать. Все, думаю, документы. И когда вы чистите, получается, до сих пор еще в учебке в Калининграде, когда мы здесь вообще нас нету. Получается так. Но это он говорит за пол-10-04. Я говорю за всех. Мы все одинаковые. Люди без документов, без военных билетов, без всего. Без соцзащиты. Без соцзащиты. Брошены в окопы. Брошены в окопы. Как бомжи брошены. Заваленные трупами. В которых нету элементарных документов. Нету военных билетов. Нету ничего. Ничего. Статус их. Я не знаю, какими правовыми актами. Определен в данном подразделении. Но это преступно. И приказы преступны. Приказы преступны. Это подтвердил санкуратор, который якобы передавал нам приказы. Он также засветился на украинских сайтах. Его запеленговали по его радиосвязь, как он передавал приказ на группе. Ну, заград своему отряду. То есть люди боялись. Там смерть и впереди тоже смерть. Мы сидели под открытым огнем винометом. Круглыми сутками. Круглыми сутками. Угрожали расстрелом. Угрожали расстрелом, если мы пойдем вперед. Как его фамилия? Старины. Мы даже не знаем, кто это такой. Он отношения к отряду не имеет. Получал он приказы по радиостанции от Иванова Ильи Владимировича. И дальше эти приказы распространялись от Иванкевича Дмитрия, который давал вот эти преступные приказы. Когда мы при свидетелях опросили его, сидя в глиндаже на позицию, он согласился приказывать преступные эти. Потому что нас просто-напросто баранили. Нас хотели уничтожить. Помимо того, что мы там выжили за 14 дней, вот это остаток нашего отряда, так нас еще на выходе хотят уничтожить, как свидетели халатного абсолютно, халатного преступного руководства бригады. Не выводя никакого содействия, чтобы сохранить жизнь хотя бы остатку отряда? Не было никакого боевого приказа на подразделение. Никакой регансировки. Никакой регансировки. Ничего не было. Ведение руководством боевых действий велось из рук в руки. Кто хотел, тот руководил. Я не знаю кто, но эти люди командовали по рации. Выходить люди на штурм. И на штурм, на непонятный, на необоснованный штурм. И это делали, 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 делали многие личности. Многие личности. Это будет все сказано в Следственном комитете. Большинство из тех, кто здесь находится, продержали здесь 14 суток. Это село Водяное. Село Водяное под Донецком. Там, где сейчас наши СМИ говорят о том, что мы наступаем и наступаем успешно. На самом деле, это не совсем так. Идут большие потери. Идут очень-очень большие потери.